Мир вам, уважаемые телезрители. Вот тему мы выбрали не случайно, потому что отец Вячеслав, к примеру, в крупных городах до 40% женщин страдают бесплодием. И причина зачастую, половина, скажем так, случаев – это аборт. Ну и, естественно, возникает отсюда вопрос. Бесплодие – это что, промысел Божий или наказание? Ну, знаете, наверное, увидеть в этом действие Божие, конечно, можно и нужно, но прежде всего нужно смотреть в глубину. Как любое страдание, как любое противоестественное состояние человека, бесплодие – это проявление нашей греховной природы, грехом поврежденной природы. Та болезнь, которая живет в нас, она разрушает нас. То есть грех приводит нас к смерти. Так бесплодие – это одно из проявлений нашей смертности. То есть, конечно же, если человек живет такой греховной жизнью, Конечно, мы знаем, что причины бесплодия во многом – это аборты. Это беспорядочная и ранняя половая жизнь. Это различные болезни, которые переносятся как в детстве, так и в зрелом возрасте. Кстати, бесплодие – это не только удел женщин, это и удел и мужчин. Так что мы можем сказать, что бесплодие касается всех полов – и мужчин, и женщин в том числе. Поэтому, конечно же, это страдание, это боль, это касается в семье обоих супругов. И видеть в этом наказание Божие, я думаю, что, скорее всего, противоестественно. Потому что Господь, Он есть любовь, Он дарит эту любовь нам. Но все зависит от того, принимаем мы эту любовь или нет. И любовь, она такое уважаемое чувство, которое мы должны понять, осознать и благословить. То есть то, что исходит от Бога. И, например, в книге Иова идет рассказ о том, как Иов в один момент теряет все. И что Он говорит? Будь благословен Господь. Вот, наверное, и в этой ситуации, когда у верующих супругов нет детей, в этом, наверное, нужно увидеть любовь Божия к нам. Набраться храбрости, терпения. И, может быть, Господь подаст такой дар, разрешение от этого состояния бесплодия. Вот в моем приходе, в нашем храме в честь Фёдоровской, как он и Пресвятой Богородицы, уже много случаев случилось, когда люди, долгие годы страдающие бесплодием, долгие годы ждущие и желающие иметь детей, вот по молитвам пред Господом, пред Пресвятой Богородицы, этот дар от Бога получали. – А вот скажите, отец Вячеслав, вот сказано же, что жена спасётся чудородием. А чем спасётся жена, вот, семья в бесплодном браке? – Ну, знаете, опять же, мы спасаемся не каким-либо действием своим собственным, мы спасаемся действием Божиим. Мы спасаемся то, что мы получаем от Бога. И то, что мы имеем – здоровье, счастье, благополучие – это всё не наше. Это всё даётся нам, как в притче о талантах. Это даётся нам в пользование, чтобы мы приобрели что-то на это. И если женщина не имеет детей, ну что ж, она может спасаться другими дарами Божьими, милосердием к другим, любовью к своему супругу. И, может быть, это не менее будет спасительное для неё, для женщины действие, чем, например, иметь дитя. И, в конце концов, у нас очень много детей оставлено своими неразумными материалями в различных детских учреждениях. Ну что ж, Господь не даёт своё собственное дитя. Можно ребёнку усыновить или удочерить. Это тоже будет благое действие, милосердие. И любовь, она здесь соседствует. Но, понимаете, некоторые женщины говорят о том, что они, во-первых, не могут и не смогут полюбить чужого ребёнка, а во-вторых, в общем-то, опасаются такой тяжёлой наследственности таких детей. Ведь мы же понимаем, дети в детских домах, многие оказываются не случайно. Некоторые даже не потеряли родителей, просто их родители алкоголики, наркоманы и так далее. Ну, я могу возразить, а чем, так сказать, а чем не опасен брак? Ведь мы тоже не знаем, какая наследственность у нашего, так сказать, супруга. Вот мы вступаем в брак, что нас толкает на брак? Любовь. Любовь, которая превыше всего. И мы эту любовь дарим, но, наверное, если человек не может подарить любовь, ну, наверное, он в какой-то степени ущербен. Поэтому такому человеку, наверное, если он самодостаточен, если он погрузился в такой, в кокон эгоизма, гордости, ну что ж, нужно бороться с этим пороком. А говорить о том, что чужой ребенок, ну, знаете, ведь все зависит от того, как мы его воспитаем. Вот. И каким образом мы подарим свою собственную любовь. Самое главное, чтобы не было лицемерия, самое главное, чтобы не было обмана, чтобы не было каких-то негативов. Это дитё, которое нужно подумать так. Это дитё, которое даётся тебе от Бога. Ну что ж, я принимаю его, как своё собственное дитя. И знаете, у многих людей, кто принимали детей в своей семье, знаете, иногда появлялись свои собственные дети. Даже несмотря на неутешительные прогнозы. Да, да, да. Вот так получилось, что, может быть, вот этот самый момент, вот этот самый, может быть, оказаться, то есть последней каплей, которая наполнит чашу Божьей благодать. И действительно такое случается, что кроме нескольких приемных детей появляются свои собственные дети. И это дружная, красивая, прекрасная, православная семья. Отец Вячеслав, вот вы начали нашу программу, мы говорили как раз о том, что по грехам иногда страдают родители бесплодием. Ну а вот как же вот в таких случаях быть, когда вот, допустим, женщина, она и не нарушала седьмую заповедь. Она и, как говорится, и мужа почитала, и, ну, вела такой, скажем так, христианский образ жизни, а у неё или у самой какое-то гинекологическое заболевание, или муж достается бесплодным? Ну, знаете, здесь сложно сказать, какая причина, почему именно так получилось. Конечно, можно сослаться, вот Бог мне всё дал так, вот Бог во всём виноват. Ну, как однажды наш пророотец Адам, когда сам согрешил, и Господь спрашивает его, Адам, не вкушал ли ты плода от древа познания добра и зла? Ну, он очень удивительно вывернулся, он сказал так, вот жена, которую ты мне дал, вот она во всём виновата, вот она меня соблазнила, а жену ты мне дал. То есть косвенно, Господи, ты тоже в этом виноват. Ну, знаете, если люди вступают в брак, конечно, они надеются на продолжение потомства. Ну, с одной стороны, конечно, нужно смолиться со своим собственным здоровьем. Бесплодие – это не только греховная жизнь, бесплодие – это ещё и какие-то болезни. Кстати, грех не обязательно должен быть такой именно плотской, такой сексуальный грех. Ведь может быть грех безответственность за отношение к своему собственному здоровью. Да, когда девушки, так сказать, гонясь за модой, иногда очень сильно укорачивают свою, так сказать, одежду, вот, и иногда появляются определённые потом последствия болезни, хронические, тяжёлые, вот, в том числе и юноши, которые тоже иногда безответственно относятся к этому. Безответственность к строению здоровья – это тоже грех, потому что здоровье – это дар Божий. И разбираться, кто согрешил. Ну, я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Может быть, применить определённые медикаментозные способы лечения этого бесплодия, но всё равно уповать на Господа, молиться, желать этого разрешения от бесплодия. Я думаю, что это случится. Господь всегда рад и, наверное, Он желает принести каждому из нас тот дар, который нам полезен. А вот есть какие-то духовные корни бесплодия? – Знаете, сложно сказать. Сложно сказать, потому что вот мы, например, смотрим в Священное Писание. Вот, например, долгие годы два праведника Захария и Лисавет. Захарий был священником в Иерусалимском Ветхозаветном храме. А жена его тоже была праведна. И Господь им долго не давал детей. Как можно понять и осознать, а почему это? В этом есть еще проявление промысла Божьего. Вот. Проверка людей, так сказать, на праведность. Они уповали на Бога, и Господь разрешил бесплодство. То же самое случилось с родителями Святой Божьей Матери, да, Пресвятой Нашей Владычественной Богородицы. Так же самая история. Родители долго не имели детей, и в конце концов Господь разрешил их бесплодство, явив нам не что-нибудь, а начало нашего спасения. Как вот поется в Тропарье на праздник Благовещения, на неспасение нашего главизна. То есть здесь видеть, видеть почему, отчего, знаете, трудно очень сложно, и очень сложно копаться в этих корнях. Вот. Может быть, просто уповать и надеяться молитвенно, молитвенно уповать и надеяться на Господа. Ну что ж, большое спасибо, а я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч. Храни вас Господь.